Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Необратимые потери на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб на передовой. Это Антон без верхней. Он служил в батальоне вооруженных сил Донбасс-Украина. Украинского бойца убил вражеский снайпер в районе Новозвановки в Луганской области. Зимой корреспондент ЮИТВ Игорь Меделян записал интервью с Антоном. Это видео снято 6 февраля этого года. Боевой пост. На нем пара бойцов батальона Донбасс-Украина. Один из них Антон с позывным Питбуль. Сам харьковчанин веселый жизнерадостный гранатометчик. Это был его первый выход на передовую со своим подразделениям. Подготовился к тому, что надо будет воевать. Это все-таки штурмовой батальон. Это не хор мальчиков-зайчиков какой-то. Я считаю, здесь должны служить бойцы нормальные, которые не боятся, которые знают свое дело, работают по команде. Поэтому страха не было. Суть войны в далеком тылу, говорил Антон, не так ясна. Именно на передовой он расставил точки над И, уяснив для себя ради чего и как воюет Украина. Дать отпор и дабы они отсюда убирались и не лезли на нашу землю. Освободили Луганщину, Донбасс и все-таки мы вернули свою оккупированную территорию. На боевой пост они выходили вдвоем. Антон и Яна Червоная. Два весельчака вспоминали, как Антон накануне давал свое первое интервью. В тот день ему исполнилось 25. У него был день рождения. Короче, Питбур там рассказывал полчаса, какая ситуация, какая у нас обстановка, откуда у нас выходы, откуда приходы, что прилетает, что летает. В итоге у него его вырезали и в конце он рассказывает, у нас сегодня будет тортик. Это чисто, знаешь, такое вообще. Она погибла под огнем артиллерии 2 апреля. Вместе с Яной был убит еще один боец Александр Милютин. В день их смерти Антона не было рядом. Когда вернулся на позицию, пообещал мстить оккупантам. Помните, я говорил, что за смерть Яны у вас будет гореть земля под ногами. Как вы думаете, что сейчас происходит? Слава Украине! Яночка, за тебя! В день своей гибели утром Антон опубликовал это фото и подписал. Дважды не умирают, дважды не убьют. Погибнуть в бою – честь. Всего несколькими часами позже в него выстрелил снайпер. Ранение было смертельным. Своё обещание по братимам он сдержал, как и присягу данную украинскому народу. Игорь Меделян, UATV. Двое украинских военных также ранены за минувшие сутки на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр объединенных сил. Боевики 11 раз обстреляли позиции украинских армейцев, применяли ствольную артиллерию, минометы, запрещенные минскими соглашениями. В частности, под огонь попали украинские защитники в Лебединском и Водяном. Это приморское направление. На Луганском район Попасный. С полуночи боевики трижды нарушили тишину из минометов, обстреляли Марьенко и Павлополя из пулеметов Павлополь. Потерь среди военнослужащих нет. 15 тяжелораненых украинских военнослужащих отправили спецбортом в Германию для продолжения лечения в клиниках Бундесвера. Это уже восьмая гуманитарная миссия немецкой стороны. За последние пять лет лечения в Германии прошли 118 украинских военнослужащих. Юлия Башко вместе с близкими провожала спецборд. Одна за другой скорой подвозят тяжелораненых к самолету Бундесвера. Спецборд называют еще летающей реанимацией. На случай непредвиденных ситуаций во время полета в нем есть все необходимое оборудование. Среди провожающих мама военнослужащего Романа Спаса. Последний месяц она не отходила от раненого сына. Очень переживает, что в Германии он будет совсем один. Он мне сказал, мама, я тебя люблю. Я благодарю тебя за все. Машина Романа Спаса попала под обстрел в апреле под Новотроицком. Он получил многочисленные переломы рук и ног. Осколки повредили часть лица. Очень сложное ранение у него было. Его три бригады спасали и, слава богу, спасли. Две недели он был в Харькове, потом перевезли в Киев. Ему сделали четыре операции. Все 15 раненых с тяжелыми осколочными ранениями рук и ног. К полету их готовила группа немецких врачей, которые прилетели накануне. Они подобрали и предварительный план лечения в клиниках Германии. После первого этапа лечения, который в основном включает в себя спасение конечностей и жизнь, дальше сохранение или восстановление функционирования конечностей. Речь идет о протезировании искусственных суставов. У нас большой опыт в этом и мы можем применить наш опыт и навыки. Это уже не первая медицинская миссия Бундесфера. С 2014 года успешное лечение в Германии прошли 113 военнослужащих. Пять еще остаются в клиниках. По соглашению с украинской стороной мы разделили работу таким образом, чтобы перевозить тех, кто получил самые тяжелые травмы и тех, кто нуждается в длительном лечении в Германию. Это соглашение также предусматривает, что Германия оплатит все расходы на транспортировку и лечение, а также реабилитацию даже в тех случаях, когда необходимо протезирование. Раненые военнослужащие будут проходить лечение в трех клиниках Бундесфера. Курс их реабилитации рассчитан от трех месяцев до года. Юлия Башко, Дмитрий Борщ, ЮЭТВ. Продуктовые наборы крымским политзаключенным передали жители Татарстана. Таким образом, поддержали крымских татар, незаконно вывезенных оккупантами с полуострова. Их удерживают в российских СИЗО. Также политузников поздравили со священным месяцем Рамаданом, сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в аннексированном Крыму. ФСБ РФ заявили о задержании 24 участников Хизбут-Тахрир, организации, запрещенной в России. Все задержанные будут находиться под арестом до 15 августа. 20 активистов удерживают в СИЗО Ростова-на-Дону, еще четверых в СИЗО города Шахты. Евросоюз, США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследование крымских татар в аннексированном Крыму. Пройтись по красной дорожке вместе с моделями. Такую возможность выпускникам интернатов, детям с инвалидностью, а также из семей, которые оказались в непростых жизненных ситуациях, предоставил социальный проект «Выпускник-2019». Как это было и чем помогает такая инициатива? Смотрите далее. Мы делаем Кате вечерний макияж. Закрываем глазики. Профессиональный макияж, прическа и нарядное платье. Все это Кате подарил социальный проект «Выпускник». Но главное, говорит 11-классница, это уверенность в себе. Это переход ко взрослой жизни. Это способно себе показать естественно. В костюмерной последней приготовлении гладят наряды. Платье и костюмы создали украинские дизайнеры. Учитывала я пожелания моей модели. Она очень хотела в белом платье быть, поэтому хотела. Будет у нас такая мини-невеста. 13 девушек и столько же юношей участвовали в социальном проекте в этом году. Они два месяца учились дефилировать по красной дорожке. Организаторы проекта говорят, это помогает стать увереннее в себе. В нашем проекте участвуют дети, которые заканчивают в этом году 11-й класс. Это дети-воспитанники интернатов, детских домов, дети с инвалидностью из семьи, которые попали в тяжелые жизненные обстоятельства. Наша цель – поддержать этих детей и помочь им выйти в эту взрослую жизнь, когда ты переступаешь порог 11-го класса, а дальше неизвестность. На красную дорожку выпускники 2019 вышли вместе с профессиональными моделями. Украинский гроссмейстер Василий Иванчук победил в международном турнире «Мемориал Капабланки». Он прошел на Кубе. Шахматист набрал 7 очков в 10 турах. Второе и третье места заняли представители США и Испании. Украинскому гроссмейстеру турнир по коряется уже в восьмой раз. 12 дней кино на Лазурном берегу во Франции открылся 72-й Каннский кинофестиваль. На красной дорожке режиссеры, актеры и сценаристы почти из 40 стран до 25 мая жюри должны оценить 21 картину и объявить победителей. В программах Каннского кинофестиваля участвуют и два украинских фильма, полнометражный «Домой» крымско-татарского режиссера Наримана Алиева и короткометражная картина Декеля Беринсона «Анна». Всегда актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uetv.ua. Спасибо, что вам интересна Украина. Обязательно увидимся на UETV. Следующий выпуск новостей на русском менее чем через два часа.